В эфире городского телеканала ЮТВ итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! Сегодня расскажем о главных событиях в Башкирии за минувшую неделю. Смотрите в выпуске. Уфа – город мостов. Как изменится жизнь горожан в постройке Тимашевского путепровода и Третьего Бельского моста? Постоянные пробки требовали решения этой проблемы, и вот в 2016 году было начато строительство путепровода. Навигатор для незрячих. Жители Башкирии с нарушением зрения учат ориентироваться в пространстве при помощи смартфона. До цели 11 метров. Более 100 лет без ремонта. Уфимцы жалуются на состояние дома в историческом центре города. Все стены влажные. Ничего не менее, но все, что заросло грязью. Люди боятся даже туда выходить. Сложные маршруты, скалы и отсутствие естественного освещения. В Башкирии прошел чемпионат России по спелеотуризму. Сейчас снимайте. Спокойно, тихо, аккуратно. И в Башкирии может появиться город с новым названием Путинград. Город мостов. В Уфе продолжается строительство двух крупных дорожных объектов. Тимашевский путепровод и мост через реку Белая в районе монумента дружбы. Как изменится жизнь города после их появления, расскажет Анастасия Худик. Дорога под этим мостом является важной транспортной артерией. Она соединяет город и Бирский тракт, а также город и северную промышленную зону. Постоянные пробки требовали решения этой проблемы. Вот в 2016 году было начато строительство путепровода. Сейчас уже идет окончание строительно-монтажных работ по устройству подъездных путей. Сам путепровод практически завершен. Технический пуск состоится в начале августа. Я думаю, что все жители микрорайона и все, кто ездит в этом направлении, ощутят на себе, что уйдут эти бесконечные пробки на железнодорожном переезде. Все ожидают с большим нетерпением открытия этого путепровода. Строительством объекта занимается мост-отряд номер 30. Именно они построили все мосты вокруг Уфы. Бирский путепровод делают по самым последним технологиям. Здесь используются более легкие, практичные, но при этом экономичные материалы. По словам начальника участка, этот объект является одним из самых сложных. Потому что здесь вынос коммуникации очень много. Значит, вода полностью северную город, северную часть города снабжает газ. Здесь сам путепровод строит меньше, чем самая коммуникация. И вот, как видите, шумозащитный экран здесь очень большой, здесь построен. То есть сам путепровод красивый, мощный. И железная дорога здесь. Поэтому здесь по сложности вообще первой категории, самую сложную категорию считается строительство. Путепровод рассчитан на три полосы движения. Но с перспективой на развитие микрорайона здесь оставили место для строительства второго этапа еще на три полосы. Стоимость Бирского путепровода оценивается в один миллиард рублей. Это средства фонда социальных целевых программ, а также деньги из республиканского и городского бюджетов. Сейчас в Уфе строят сразу два моста. Еще один важный и долгожданный объект – это новый мост через реку Белая. Буквально пару недель назад временно исполняющий обязанности главы региона ради хабиров заложил здесь первый камень. Закончить строительство обещают в 2021 году. В настоящее время строительство ведется с левого берега Белой. Бурятся буронабивные сваи под опоры моста. Опор моста будет семь. Устраивается городок и ведутся подготовительные работы. Длина моста будет 680 метров в три полосы. Это первый этап строительства. Он займет три года. Вторым этапом станет реконструкция старого Бельского моста. Однако стоит отметить, что по проведенной экспертизе срок его службы после последнего ремонта продлен лишь на два года. Когда в 1992 году сдавался мост большим габаритом, тогда уже было решение принято испытателей срочно приступить к реконструкции старого моста. Вот в 1992 году было решение принято. Считайте, сколько? 26 лет прошло. Так и не приступили. Вот для этого мы его ремонтировали, подремонтировали, подлатали. А вообще он срочно требует ремонта, потом капитального. Если он раньше требовал только замены проезжей части, то сейчас он заменует вообще проезжей стороне. Какое решение примут, сколько выделят денег. Здесь несколько вариантов реконструкции. Помимо этих двух объектов, при наличии финансирования, также планируется начать строительство в Уфе моста в створе улицы Интернациональной. Проект для этого сооружения также уже готов. Он соединит северную и западную части города, тем самым разгрузятся центральные улицы Уфы. Анастасия Худик, Эльдар Каюмов и Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ. В Башкирии может появиться город с новым названием. Житель республики Радмир Ахтямов создал петицию по переименованию Сибая в Путинград. Мужчина пишет, что из-за экологической ситуации, которая происходит в городе, страдают люди. Он надеется, что переименовав Сибай в Путинград, будет невозможно игнорировать экологическую проблему. Напомним, экологическая обстановка в Сибае резко ухудшилась в ноябре минувшего года. Загазованность воздуха произошла из-за окисления руды в карьере, который давно не использовался. Властями было принято решение подтопить его. Весной были проведены все запланированные работы, однако некоторые очагитления там до сих пор остались. Обшарпанные стены, прогнившие полы и трубы. Дом в центре города. Сто лет стоит без ремонта. В этом году ЖЭО обещало полностью заменить систему водоснабжения, но пока не делают даже этого. В ситуации разбирался наш корреспондент Рустем Нурешев. Вот подъезд, посмотрите, проводка наша. Екатерина Рецик показывает, в каком состоянии находится дом по улице Гоголя. Стены в подъезде обшарпаны, потолок зарос паутины, полы прогнили, проводка давно не менялась. У дома есть и второй выход, во двор. Тут ремонт не производился 102 года. Все стены влажные, ничего не меняло, все заросло грязью. Люди боятся даже сюда выходить. Здесь жил еще дедушка моего мужа. И вот они вот в этой комнате жили, и вот никогда ничего, никакого ремонта не делали. Мы с ним разговаривали. Вот. А он был 900, сейчас скажу, 13-го года рождения. Дом находится в историческом центре Уфы. По документам он построен в 1917 году. Однако жильцы нашей статьи краеведов, в которых указано, что его возвели еще раньше. Достоверно можем сказать, что в 1910-х годах дом уже стоял. Духэтажное здание принадлежало купцу Федору Хаеву. После революции оно перешло в госсобственность. Сейчас это жилой дом. При этом он включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. В здании расположены 4 коммунальные квартиры. Только половина из них принадлежит жильцам. У Зухры Гариповой здесь сначала жили родители, теперь сын. Говорит, за 55 лет ничего не поменялось. Никакого ремонта за это время, уже сколько лет прошло, ни разу не делали. Все трубы текут, все кругом разваливается. В туалете унитаз нельзя поставить, потому что сейчас трубы отвалятся и опять вода потечет. За все эти годы ремонт ограничился покраской фасада здания со стороны красной линии. Хотя жители об этом не просили. Они говорят, на все их обращения управляющие организации не реагируют. Просили закрыть чердак, двор, внутри двора дверь, на что ничего не было, никто ничего не сделал. Много обращений писали. И в госкомитет обращались в капитальный ремонт, и в ЖЭУ, и в управление. Никто ничего не принял. В этом году жильцам обещали полностью заменить трубы водоснабжения и канализации. Работы запланированы по программе капитального ремонта. Но и они пока не начались. Позвонила в ЖЭУ, спросила, почему трубы не делают, на что мне сказали, в каком доме. И бросили трубку на этом. Все, ремонт, видать, закончился. Уже стали перезванивать по организациям и в ЖЭК, и в администрацию, и никто ничего не знает. Кто-то уволился, говорят, может, они уволились, не отвечают. В общем, на телефоны не отвечают, и ничего и не делается. Вот так вот все пропало. Главный инженер управляющей компании объяснил, почему ремонтные работы до сих пор не ведутся. Как оказалось, жители сами отказались от замены труб. У них первое заявление было о том, чтобы данный вид ремонта не проводить. Мне предоставили документ, но документ был подписан людьми, которых нет уже в течение 10 лет. А составлялся протокол в 2018 году. Просто это восстание из мертвых. Собственники из числа живых намерены заново подписать протокол общего собрания. Если они успеют, то региональный оператор сделает ремонт в этом году. Работы должны начаться до 15 августа. Их завершат в течение недели, если жители дома предоставят доступ к своей квартире. Как отмечают в управляющей компании, зданию со столетней историей может и не потребоваться ремонт. В данный момент ведется работа по признанию этого дома аварийным. Проводится обследование этого дома на предмет износа. Также будет рассматриваться на вежведовственной комиссии о признании данного дома аварийным. Но для этого собственникам жилья нужно обратиться с заявлением в администрацию Ленинского района. Если дом признают аварийным, то его расселят. Если нет, улучшат его состояние. В 2021 году здание могут включить в программу по капитальному ремонту подъездов. Рустам Нурешев, Андрей Шуняев, Руслан Габидулин, Городской телеканал ИТВ. Маршрут без барьеров. В Стерлитамате запустили проект, призванный помочь незрячим самостоятельно передвигаться по городу. Но для этого им нужно научиться пользоваться смартфонами. Подробнее расскажет Рустам Нурешев. Как дойти до дома или путешествовать по городу, если дорогу физически не видишь? В этом помогут современные технологии, уверен Юрий Панчишин. Он тифлопедагог. Как и его бедопечные, мужчины имеют проблемы со зрением. Зрение стало падать. Но вот пришлось круто развернуться, круто поменять свою жизнь. Стать учителем, дефектологом. Я работаю с незрячими ребятишками, с маленькими. И взрослых тоже учу работать на компьютере, интернет, смартфон и так далее. В Стерлитамате Юрий запустил проект «Маршрут без барьеров», который выиграл грант главы Башкирии. Основная цель идеи – научить незрячих пользоваться мобильными устройствами и ориентироваться в пространстве при помощи GPS-навигации. Для этого на Android-смартфоны устанавливается специальная программа. Ожидается, что проект поможет узнавать о современных возможностях для незрячих и самостоятельно путешествовать по городу. Занятия проводятся на базе специальной библиотеки для слепых. Среди пришедших на курсы – Мария. На пятом курсе с ней произошел несчастный случай. Девушка полностью лишилась зрения. Ее жизнь изменилась после звонка Юрия. Он меня познакомил с говорящим компьютером и потом с телефоном. И потом предложил такой проект, чтобы научить ходьбе самостоятельно. До этого я ходила только с сопровождением. Это большая возможность. Это же… это новый мир. Это помимо дома еще и целый город. Вот сюда? А нет. Кнопочка, робочка. Идем домой. Кнопка. 12 лет назад Максим Данилов играл с друзьями в футбол. В полуборьбе его ударили локтем в глаз. Из-за травмы молодого человека начались проблемы со зрением. Позже он утратил возможность видеть. Он мне демонстрировал, как можно научиться незрячему человеку с компьютерами, те же вот самыми с телефонами, с версией андроида. И я этим заинтересовался и стал посещать его уроки. Занятия Юрия Панчишина помогут незрячим не только лучше ориентироваться в городе. Это еще и общение, которое так необходимо этим людям. Вывести человека из темноты может каждый. Достаточно проявить внимание к тому, кто в нем нуждается. Рустам Нурешев, Виктория Александрова, Игорь Яковлев и Денис Итяшев. Городской телеканал ИТВ. Спустя полвека после первого полета человека в космос интерес к звездам и галактикам не пропал. В очередной раз это доказали ученики единственной в республике международной аэрокосмической школы. Дети там общаются с космонавтами и летчиками-испытателями, занимаются авиамоделированием и даже задают вопросы членам экипажа международной космической станции. О земле и космосе, романтике и суровой реальности в репортаже нашего корреспондента. Космос начинается на земле. Седьмой год в деревне Калиновка работает международная аэрокосмическая школа. Попасть сюда непросто. Здесь собрались победители и призеры Олимпиады Можайского и Кубка Гагарина. Среди них Артем Попов. Он живет в закрытом городе Озерск Телябинской области. Парень мечтает стать военным летчиком. Я сейчас гражданским самолетам уже не доверяю сам. У меня даже от них некоторая фобия от гражданских. А вот именно военная авиация, все наши МИГи и Сушки, мне нравится. В небе там свобода действий, делай все, что хочешь. Меня небо давно уже манит. И самолетами я увлекаюсь. Международная аэрокосмическая школа единственная в Башкирии. Участие в ней для ребят бесплатно. Десять дней они будут общаться с космонавтами, летчиками-испытателями, заниматься авиамоделированием и пить кумыс. Создатель лагеря Вячеслав Оброщенко признается, никакой поддержки от властей они не получают. Школа – благотворительный проект. Мы вот нашли такую нишу очень хорошую. Учить детей, уму-разуму, направлять их в правильный путь, давать профориентацию, прививать, чтобы они любили свой край. И это у нас, я считаю, что получается, дабы отзывы очень и очень хорошие. Семь лет назад аэрокосмическая школа впервые распахнула свои двери. Один заезд и десять ребят. Летом 2019 года за три заезда лекции прослушивают уже 150 любителей космоса из разных уголков России. Среди них встречаются ветераны школы. Андрей Чиков здесь уже в четвертый раз. Он хочет стать летчиком. Любовь к небу ему привил отец. Это была его мечта. Он сам хотел стать летчиком. Ну и в итоге как-то я нашел книжку, я открыл ее, спросил, кто это, что это. Отец мне рассказал о летчиках, космонавтах. И как-то меня так затянуло. Связал свою жизнь с космосом и Сергей Самбуров. Любовь к звездам и галактикам передалась ему по наследству. Прадед Самбурова – основоположник ракетостроения. Константин Салковский. Открытия ученого, который опередил время, не были поняты современниками. Его потомку повезло больше. Самбуров готовил космонавтов для полета на Буране и разрабатывал системы для орбитальной станции. Сегодня ему обидно видеть, в каком состоянии находится российская космонавтика. Сейчас, конечно, мы очень сильно отстали от американцев, китайцев и прочих. Мы не на первом месте, к сожалению. Очень обидно, когда всю жизнь отдал космонавтике, видеть это. Но будущее будет. Обязательно мы будем впереди. Вывести российскую аэрокосмическую индустрию из Пике предстоит этим ребятам. В Уфу они приехали из разных городов России. От Южноуральска и Озерска до Краснодара и Ростова-на-Дону. Среди них выделяются ребята в форуме. Они представляют направление авиации военно-патриотического отдела «ЩИТ» и «Сызрани». У нас вообще в Сызрани находится Сызранское высшее вертолетное училище. То есть у нас вообще авиация, наше отделение основывается на том, что мы подготавливаем молодых людей именно в поступление в вертолетное училище. Потому что они как бы связаны честно с нами, они нам помогают, мы на базе их тоже проводим тренировки. Путь от тренировок до невесомости прошел Сергей Ревин. Он провел в космосе пять месяцев. Что испытывает человек, глядя в иллюминатор? Земля, конечно, прекрасна. Но когда смотришь на Землю, все-таки понимаешь, что на Земле есть наши семьи, наши друзья, наша уникальная экосистема. И смотришь в предположную сторону Земли, понимаешь, что там, может быть, даже нет жизни. Понимаешь, что мы уникальны, но одинокая цивилизация. Участникам аэрокосмической школы одиночество не грозит. С ними общаются не только бывшие, но и действующие космонавты. Ребята смогли задать свои вопросы экипажу Международной космической станции. Каждый год связь с ними обеспечивает радиоклуб авиационного университета. Видели ли вы какие-нибудь необычные объекты НЛО или явления на околоземной орбите? Какие? Ну, НЛО пока мы не видели. Интересные объекты, конечно, мы видим периодически. Например, серебристые облака, северное сияние. И вот буквально недалее, как минут 10-15 назад, видели неполное затмение Луны в прием. Школа носит имя летчика-испытателя Урала Султанова. Уроженец Башкирии пилотировал практически все модели-истребители МИГ-ИСУ, вертолет Ми-8, проходил подготовку по программе «Буран». Он уверен, что космонавтика все так же востребована. Просто полеты за пределы планеты стали обыденностью. Тогда все было впервые, и все это начиналось, поэтому ажиотаж был больший. И там, кого не спроси, к космонавту хочу быть. На самом деле он еще сам не знает, этот пацан, кем он хочет быть. Просто ажиотаж захватывал. Третий заезд завершит работу Международной аэрокосмической школы. Впереди учеников практические занятия и лекции. Андрей Шарыгин, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Сложные маршруты, скалы и отсутствие естественного освещения. Все это о чемпионате России по спелеотуризму. Кстати, его не проводили в стране уже три года. Как заявляют организаторы, никто не брался за реализацию, зная, сколько нужно вложить труда и денег. Тогда наши спелеологи взялись за дело. И вот самые инициативные туристы из разных уголков страны встретились в Башкирии. Река Юризань разделяет Челябинскую область и Башкирию. Здесь находятся одни из самых живописных мест в республике. Идрисовская пещера и скалы Уст-Тише. Именно они стали площадкой проведения чемпионата России по спортивному туризму на спелеодистанциях. Хорошие люди, хорошее место, дружный коллектив. Сформировали здоровую спортивную атмосферу, атмосферу спортивного праздника, в которой все разные регионы, приехавшие в состязацию в действительно легких условиях, чувствовали себя комфортно. Из-за сложности в организации и отсутствия финансирования у чемпионата был большой перерыв. Три года. В этот раз соревнования прошли благодаря самим участникам. Кто-то помог деньгами, кто-то экипировкой. Мы взялись, потому что три года уже не было чемпионата, когда спортсмены не растут, это большая проблема. Все, конечно, упирается в деньги. То есть пришлось проделать огромную работу по тому, чтобы найти финансы для проведения чемпионата. И сделали все, что смогли, правда. То есть огромные деньги, конечно, без помощи со стороны государства, как у нас обычно это бывает. Но сделали все, что смогли. В чемпионате приняли участие спортсмены из пяти регионов страны. Красноярский край, Челябинская, Московская области, Башкирия и даже Приморский край. В целом все понравилось, не зря ехали. Много нового, много новых этапов. Для себя много очень всего, чего узнали, подчеркнули. Скалы интересные, такой рельеф, он прям очень близок к пещерному, достаточно интересный. Ну и судьи, видно, провели хорошую работу на скалах. Чемпионат состоял из трех дистанций. Одиночный зачет в связках и самый зрелищный и сложный этап – транспортировка пострадавшего. Спокойно, тихо, аккуратно. По легенде, спелеологам предстоит спасти человека с тяжелой травмой. Все нарушения фиксируют судья соревнований. Он и лежит в носилках. Все проходит не на тренировочной базе, а в реальных условиях. Любая ошибка может стать фатальной. Тяжело было не только здесь, именно на трассах. Тяжело было еще и в городе, в плане подготовки, тренировок и всего остального. Первым чемпионатом России был именно на этих же скалах. В 2014 году я приезжал. Мы вроде бы сильно выросли, судя по результатам. Старались. Трасса классный, судейство обалденное. Ну и вообще территория, вид, речка. Ну вообще нам все понравилось. Конечно, было очень приятно находиться в такой семейной атмосфере. Как бы не было такого волнения, страха. Просто приходишь, делаешь свое дело, думаешь о дистанциях и знаешь, что тебя поддержат. Что тебя ждут на дистанции. Это очень душевный момент. По итогу первое место в командном зачете заняла сборная Красноярского края. Второе сборная Башкирии, а третье Челябинская область. Участники показали хорошую скорость, собранность и теоретическую подготовку. Организаторы и спортсмены надеются, что длительных перерывов между чемпионатами больше не будет. Глеб Безбородов, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. 20 участников, более 3000 километров и 14 заповедников и нацпарков. Некоммерческий проект «Заповедный пояс» знакомят с неизведанными уколками России. 1 сентября ребята отправляются в третью экспедицию. На этот раз вдоль Кавказского хребта. По итогам они сформируют фотовыставки для всех школ страны. И покажут фильм о своем путешествии. О какие трудности ждут экспедицию, расскажет Элиза Ильич. От Урала до Байкала проехали, преодолели путь от Белой реки до Белого моря. И решили взять новую высоту. В этом году маршрут третьей экспедиции «Заповедный пояс» пройдет вдоль Кавказского хребта. Некоммерческий проект уфимца Евгения Сыркина продолжает знакомить с неизведанными уголками России. За 40 дней ребята проедут через 14 заповедников и национальных парков. Стартуют 1 сентября. Пять автомобилей, 20 участников, как уже традиционно у нас каждый год. Маршрут от Дагестана, от Дагестанского заповедника, республика Дагестан, город Махачкала, до Крыма. Весьма интересно крымские заповедники. О них мало кто знает. То есть заповедники вообще довольно закрытая территория. Очень малая часть заповедников разрешена для познавательного туризма. Крымские заповедники вообще практически неизвестны в нашей стране. И мы хотим рассказать о них. Любить природу – важнейшее и единственное правило для всех экспозиционщиков, считает Евгений. Но для того, чтобы попасть в команду, этого недостаточно. Организаторы отобрали участников из 2,5 тысяч заявок. Экологи, туристы, механики, фотографы, журналисты и блогеры. У каждого здесь своя роль. Конкретно я буду заниматься техническим состоянием автомобиля, поддержкой, скажем так, буксировкой в случае необходимости. Ну, естественно, частично какой-то ремонт. Так сказать, автомобиль у меня выполняет роль технички по большей части. Он грузоподъемный большой, чтобы облегчить жизнь другим участникам. Когда вокруг 500 и когда встают машины по техническим причинам. Ну, это, наверное, самое острое впечатление. Это по технической части. Ну, естественно, если мы говорим про красоту, когда вокруг горы, когда вокруг дикая природа, единение с природой, что может быть лучше? Экспедиция – это интересные истории, говорит Евгений. Но они происходят раз в год. Между ними проект продолжает жить. По всей России проходят фотовыставки. На данный момент их около 50. Так, о проблемах особо охраняемых природных территорий и возможностях развития внутреннего туризма узнали около 5 миллионов человек. Следить за путешественниками можно на официальном сайте экспедиции. Элиза Элищ, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. А у меня на этом все. Сюжеты наших корреспондентов, а также много другой полезной и интересной информации вы найдете на нашем сайте ЮТВ.ру. Следующий итоговый выпуск новостей смотрите ровно через неделю в это же время. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok